Напряженными выдались первые дни января и для медиков из Бестовского роддома. В новогодние праздники на свет появилось 15 малышей. Сейчас Анжелика Пенигина уже готовится к выписке. Буквально несколько дней назад, 6 января, она родила девочку. Это ее первый ребенок. Малышку назвали Алиса. Мне кажется, я уже всю боль эту забыла. И все. И главное, вот лежит здоровая, что с ней все хорошо. Это главное. Я удивилась, что персонал с пониманием относился. Каждую секунду около меня стояли. Постоянно давление, постоянно сердцебеяние ребенка. Все проверяли. Очень чутко помогали, когда были схватки, когда тужатся. Главное, слушаться врачей. Все будет хорошо. Всего за новогодние каникулы в Избестовском родильном отделении на свет появилось 15 малышей. 8 мальчиков и 7 девочек. Первым ребенком в этом году стала девочка. Весом 3 килограмма 380 грамм. Она родилась 1 января в 7 часов утра. Праздники в родильном отделении прошли в обычном штатном режиме. То есть работы, в принципе, было достаточно. Количество родов за праздничные дни 15. Но весь персонал был на работе, оказывал помощь. И поэтому все, что необходимо было, все производилось, все делалось. Елене Кокориной тоже пришлось рожать в период новогодних праздников. Девушка родила долгожданного ребенка. Ровно в полночь 5 января на свет появился ее первенец Никита. Матерство – это вообще очень много всего. Прямо вообще жизнь, наверное, для меня очень давно хотела. Года два, наверное, уже. Все хорошо прошло, замечательно. Было как бы сложновато, трудно. В какой-то момент прям вообще невозможно. Но потом все забывается, когда ты кулянчик видишь. По словам медиков, в последнее время количество беременных уменьшается. А вот патология возрастает. В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют женщинам, планирующим беременность, исключить все вредные привычки, в том числе курение. Курение прежде всего приводит к сгущению крови, а следовательно ко всем осложнениям беременной женщины. Потому что именно во время беременности вот так природой запрограммировано, что может происходить физиологическое сгущение крови. А если женщина еще и курит, это значит, в любой момент может приостановиться развитие плода. Поэтому я говорю, что если вы хотите иметь здоровую беременность, не только самого ребенка здорового, но чтобы и беременность протекала нормально, конечно, заблаговременно женщина должна прекратить курение. По предварительным прогнозам, рождаемость в этом году продолжит несколько снижаться. Одна из причин этому – демографическая яма 90-х. По-видимому, все-таки уменьшается количество молодых семейных пар. Это одно. Второе. В репродуктивный возраст вступают дети, рожденные в 90-е годы, когда была самая низкая рождаемость, в принципе, и по стране, и у нас в городе. И поэтому, наверное, в ближайшем десятилетии эта ситуация будет сказываться. Благо, что все-таки у нас в стране действует материнский капитал на рождение второго ребенка, а в области материнский капитал и на третьего ребенка. Поэтому количество женщин и семейных пар, которые идут на вторые, третьи, пятые, седьмые роды, оно увеличивается. Отметим, что в прошлом году в Азбесте родилось 1245 детей. По сравнению с 2015 годом, это на 55 детей меньше. Несмотря на это, медики надеются на улучшение ситуации. Сейчас в родильном отделении наблюдается порядка 10 женщин. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.